всем привет рада вас снова видеть на своем канале хочу поблагодарить всех кто за эти дни с момента начала открытия моего телеграм-канала успел уже подписаться я очень рада надеюсь вам нравится вам комфортно вам уютно на канале ну и помимо развлечений да вам еще и полезна та информация которой я делюсь вот кто еще не подписывался под этим видео по ссылочке мои услуги нажимаете и в первом абзаце видите мои контакты в том числе и телеграм-канал и конечно же я очень рада кто меня поздравил с тем что моему второму каналу на ютюбе вот 9 мая вчера исполнилось ровно год я очень я очень этому рада кто тоже не подписывался есть в описании под видео ссылочка подписывайтесь кому интересно а сегодня мы с вами сделаем расклад который мне кажется некоторые из вас ждали потому что были в курсе что я буду записывать этот расклад расклад называется на какую внутреннюю ценность к вам приходит деньги но я не буду делать никакого выступления вот надеюсь суть расклада понятно карты посыпались причем аркан мира король пендакли здесь что у нас упал и аркан смерти девятка мечей кого-то деле одолевает страхи на финансовые страхи так мы сегодня мы будем смотреть на классики райдера может быть еще возьмут афорическую колонну не знаю смотрю если будет желание если будет необходимость блин что мне не нравится так а давайте приступим и так позиция номер один голубенький камешек смотрим что такого ценного вообще в общем да вы делаете для других людей вот либо там для мира но не для себя для других в целом а что такого ценного вы отдаете этому миру что кого ценного вы делаете единички королева кубков но вы очень эмпатичны чувствительные добрые открытые ранимые здесь больше нам показывает ваше внутреннее состояние окон колесницы и двойка кубков наверное то что вы делаете для этого мира либо для людей это вы помогаете скорее всего поддерживаете да то есть переживаете кому-то сочувствуете поддерживать и вы было двойка кубков поддерживаете людей до находитесь в кругу возможно единомышленников либо к вам притягиваются те люди которые созвучны вам и вот именно через свое внутреннее состояние любви через свое внутреннее состояние наполненности вы помогаете другим людям двигаться дальше кто-то помогает другим людям увидеть свою незрелость так кто-то помогает преодолевать на своем пути знаете какие-то моменты которые человека уводят в сторону да то есть это какие-то проявления эгоизма возможно да либо какие-то синевые аспекты вот вам удается это подсветить другим людям и показать возможно направить возможно помочь с поставлением цели ну вот именно ее сформулировать до показать человеку для того чтобы он дальнейшем двигался то есть вы как будто бы являетесь некой такой отправной точкой вы не ведете человека да то есть нету такого что куда-то вы проводите человека да либо там помогаете ему в плане того что берете за ручку и ведете в тучку бы нет я бы сказала что вы являетесь для мира неким таким вдохновением да то есть вот той стороной медали которая наполнена любовью то есть страны медали которые знаете вот наполнена близостью вот в вашем пространстве людям как-то знаете умеете располагать людей и вот тем самым знаете вот поговорив с вами человек расслабляется может быть вспоминает свою внутреннюю суть кто он есть да может он вспоминает именно в вашем обществе куда он хочет пойти либо как-то вы знаете вы своей энергетикой больше влияете не то чтобы вы его конкретно какие-то действия до совершаете либо говорите что-то да подсказываете здесь скорее всего вы влияете на других людей своей собственной энергетикой вот куда вас ведет аркан колесницы семерка кубка вы помогаете людям увидеть разнообразность этого мира и помочь знаете выбрать свой путь я бы так сказала и какая-то узнаете показываете многогранность разносторонность характера человека причем люди скорее всего которым вы помогаете они моложе вас это не люди равные вам не знаю биологически одного возраста с вами да либо вот по уровню развития здесь скорее всего люди которые моложе вас причем люди которые как-то знаете полны энергии полны сил и это те люди которые которые горят жизнью до которые хотят двигаться вперед знаете такое ощущение вот некого и и этого юношевского максимализма до которые вот как-то молодежь здесь не идет молодежь людей которых еще нету опыта как такового да но при этом есть чувство отсутствие скорее риска да то есть люди которые готовы рисковать и вот вы как будто бы не знаю поддерживаете вдохновляете помогаете людям определяться с выбором а дьявол и удовольствие до девятка кубков о чем здесь дьявол говорит возможно вы показываете еще людям насколько они сами себя ограничивают именно в наслаждении в каких-то состояниях насколько это обманчиво то есть вы как будто бы не знаю помогаете людям замкнутым может быть людям не уверены в себе то есть людям у которых есть какие-то ограничения какие-то рамки шаблоны которые не дают вот им дальше двигаться вы как будто бы знаете вот не знаю здесь слова поддержки идут это если вот прям слишком примитивно а так в принципе здесь ощущение того что вы свои собственные энергии можете влиять на людей не не на их сознание а на то чтобы как-то вот люди чтобы получали удовольствие то есть у вас очень много эмоциональности вас очень много чувствительности да и вот вы как-то вот этим вот состоянием как-то вот вымываете какие-то шаблоны что ли показываете иллюзорность мира обманчивость заблуждение какие-то людей причем очень глубокие какие-то заблуждения возможно заблуждение связанные с в материи то есть то что не дает человеку получать удовольствие либо наоборот люди которые чрезмерно то есть ушли от меры чрезмерно наслаждаются этой жизнью там разбрасывают деньгами не знаю слишком много там радуются там пьют вот как какая-то как этот ну нездоровая что-то такое здесь и нездоровая что выходит за грань нормы золотой середины вы как будто бы вот как-то знаете как здравый смысл для этих людей вы им показываете что знаете вот не то выбираете как будто бы людей людям помогаете определиться с их выбором вот что нужно выбрать причем не просто что нужно выбрать а именно в контексте души да то есть вот как будто бы знаете что хочет вот для каждого человека душа что она выбирает и вот здесь как будто бы вы делаете акцент именно на выбор не в материальном плане а скорее всего именно какие-то состояния для души вот вы на это обращаете внимание людей и этим вы полезны люди так а какую ценность отдаете в миру что она потом бумерангом привозят вам деньги то есть деньги приходит не обязательно напрямую то есть вы предлагаете какую-то услугу я сейчас не об этом когда вы предлагаете какую-то услугу люди вам за нее платят нет это может быть когда вы что-то делаете для кого-то это не обязательно за деньги а вообще совершаете какие-то действия очень ценные и как как говорят а примета говорить зачет в карму да в копилочку плюсик в копилочку вот что-то такое вы делаете вот какой-то такой плюсик что вселенная желает вас отблагодарить через финансовую сторону то есть вот как-то так более масштабно мы смотрим не конкретно какой-то обмен вы ценность а человеком деньги нет а именно вот что-то более масштабное итак смотрим какую ценность вы даете миру что она вам бумеранга возвращает в виде денег аркан башни королевой пиндакли смотрите ценность которую вы отдаете миру это разрушаете разрушаете и очищаете скорее всего материальный мир но материальный мир в каком понятии в понятие ценностей то есть вот то что я говорила ранее что вы помогаете людям определиться сделать выбор но не выбор там я не знаю какое платье одеть да либо что купить а именно выбор на уровне души то есть вот там например какой-то урок должна пройти душа и человек не совсем понимает вот вы можете показать что вот в этой ситуации твоя душа вот проходит вот такой урок и вот такой урок а ты выбирай что для тебя важнее то есть здесь идет на уровне души какие-то ценности которые вы даете у людям да помогать на уровне души и вот когда вы разрушаете сознание в сознании башня у нас всегда говорит про очищение нашего сознания когда вы помогаете вот здесь вот дьявол бывает у людей вы подсвечиваете какие-то теневые стороны характера человека через то что разрушаете его эго указывая ему на это да и тем самым через королеву пентаклей показываете ценность человека то есть возможно вы разрушаете некие такие шаблоны убеждения ярлыки которые были поставлены системы да и человек рос воспитывался на основе вот такой модели убеждений и мысли и учите учите по королеве пентаклей любить себя но не любить себя в контексте опять-таки проживаемых каких-то эмоций и состояние что очень свойственно вам вы как будто бы именно на конкретных примерах через действия помогаете людям показать их собственную ценность незначимость а ценность например вы можете говорить что неприемлемо например в беседе когда один повышает голос на другого человека либо когда кто-то кого-то перебивает то есть это не уважение к себе это не уважение к другому человеку либо возможно вы разрушаете какие-то убеждения то есть помогая людям в том что когда человек расстраивается либо как-то переживает из-за критики из-за чужого какого-то мнения вот ваша задача как раз таки показать человеку что возможно в данный момент когда ты позволяешь чужому мнению влиять на себя то ты тем самым обесцениваешь самого себя как личность то есть вы можете еще это показывать то есть какие-то такие моменты когда вы показываете то есть как это можете говорить не разрушая себя то есть есть мысль такая крутится о том что в контексте критики что если человек сказал свое какое-то мнение и вам не понравилось и это влияет на вас то есть вы как-то расстраиваетесь переживаете то проблема не в том человеке который вам сказал а именно в том что вы позволили чужому мнению разрушить вас вызвать на негативные эмоции то есть вот здесь какая-то такая мысль то есть в общем здесь речь идет об очищении нашего сознания от того что что чтобы убрать вот какие-то теневые моменты и здесь еще плюс ко всему это связано с речью то есть возможно возможно вы тот человек который ну к примеру не приемлет как я говорю народный фольклор то есть когда люди высказываются матом то есть речь должна быть чистая в словах есть определенные смыслы где заложена определенная энергия то есть слова они создают порождают действия то есть особенно если это допустим там слова паразиты то есть все что связано с речью по башне очень важно вы обращаете внимание на слова вы обращаете внимание на то когда человек дает слово умеет ли он его держать или нет то есть это для вас важно и второй момент в контексте вербальной системы это когда кто-то передает какую-то информацию чтобы не было искажения то есть вы вот как будто бы знаете учиться людей чтобы информация не была искажена как мы говорим да сломанный телефон от одного человека пока дойдет до точки В через нескольких лиц каждый будет пересказывать по-своему в конечном итоге пока информация доходит до точки В она уже очень сильно искажена так вот искажение вербальное это имеет большое значение здесь заложено в варкане башни то есть с одной стороны говорить правду то есть говорить честно а с другой стороны уметь передавать информацию со смыслами да то есть это какую-то вот ценность ваши слова они имеют какую-то ценность либо вы обращаете внимание на эту ценность вот на такие моменты вам вселенная возвращает когда вы помогаете людям когда скорее всего вы отдаете миру здесь на это к вам приходят деньги еще за что на какую ценность ну верховная жрица смотрите ценность когда возможно вы умеете держать тайны когда вы прислушиваетесь к себе знаете не то что вы прислушаете а вы стараетесь себя держать в балансе причем опять таки баланс не как по аркану умеренности нашего эмоционального фона верховная жрица говорит о балансе нашем ментальном то есть когда у человека чистые мысли когда нет вот этого вот вороха или какого-то негатива то есть здесь не только акцент делается на то что вы говорите но и чистота должна быть в мыслях о чем вы думаете то есть здесь такой по верховной жрице очень высокий уровень сознания ну единички достаточно мудрые люди поэтому когда вы ваши мысли чисты то есть когда отсутствует негатив здесь по сути не столько что вы делаете для других людей по верховной жрицы сколько что вы делаете для мира вот в данном случае ваша задача посвятить здесь речь идет о чистоте об излучении любви и при этом вот это вот излучение любви но не по аркану императрицы знаете такое земное когда можно кого-то обнять потискать а такая достаточно всеобъемлющая масштабная любовь ко всему и очень важно поскольку вы у меня попадаете кубковой королевой уметь транслировать это состояние это состояние спокойствие здесь даже не про любовь а скорее всего про фоновое такое спокойствие умение передавать тишину умение передавать тишину здесь знаете когда вот вы успокаиваете себя когда внутри вас тихо когда внутри вас спокойно вы как будто бы излучаете не знаю как вам это удастся в себе отследить или нет но вот здесь есть как этот мира мира я не знаю как это по-русски вот знаете вот в церквях жгут вот эти вот уголечки белые мира называется может быть так она и называется и по-русски вот вот этот вот запах да это вот смола эти уголечки это смола вот вы как будто бы начинаете излучать вот этот запах да это вот как раз таки не случайно он в церквях идет потому что это идет очищение да запах он аромат он очищает и он показывает чистоту душевную чистоту то есть здесь очень высокие вибрации и вот как будто бы деньги приходят когда вы находитесь в таком состоянии когда вы излучаете вот этот вот аромат чистоты и свет такой знаете свет серебристый серебристый здесь не белый а вот именно сереброма дает такое что-то такое интересное не знаю как этот как как блеск какой-то то здесь не просто серый цвет либо серебристый какие-то а вот именно знаете блеск вот что-то блестит как металлический какой-то шар да на шарики маленькие бывают металлические на них свет когда попадает вот каким-то блеском отдает вот здесь вот это и суть заключается по этому аркану в том что когда вы находитесь в таком состоянии начинаете его излучать то есть проще говоря чтобы вам было понятно когда вы находитесь в спокойном состоянии здесь не про расслабленность а здесь про спокойствие и здесь про внутреннюю тишину про внутреннюю уверенность именно в понимании того как устроен мир да то есть я четко знаю здесь яснознание проходит здесь проходит ясновидение то есть здесь проходит такие состояния когда вы понимаете и знаете что вас ожидает впереди не в плане предсказаний а в плане вы знаете внутренней какой-то уверенности когда я никуда не тороплюсь меня никуда не спешу я не слушаю лишние разговоры я наслаждаюсь то есть здесь вопрос наслаждения но он какой-то такой фоновый это не не эмоции здесь акцент не на эмоции а здесь акцент на холодный рассудок и причем вот этот вот рассудок здесь идет знаете тишина и прям вот эта тишина она какая-то холодная я не знаю как это объяснить но вот когда вы находитесь в таком состоянии вы светитесь иначе и вот на этот свет вы когда как будто вы знаете становитесь заметны для для мира вот представьте как на небе зажигаются первые звездочки и мы их видим вот точно так же и вы когда вы входите в это состояние как звездочка зажигаетесь и вы становитесь заметны и когда вы становитесь заметны как звездочка да вот на этот свет идет энергия денег когда вы не находитесь в этом состоянии вы не видны вы не заметны для денег деньги вас не видят поэтому очень важно находиться вот в этом состоянии тишины когда здесь десятка мечей и туз педаклик вот видите говорят о том что появляется как раз ки шанс когда знаете когда вы входите состояние я убит что здесь имеется ввиду да по десятки мечей завершения убит убит в контексте того что я уже ничему не сопротивляюсь то есть знаете когда бывает такая физическая усталость очень много работаешь там есть на в огороде там спортзале неважно и вот такое состояние знаете как мы говорим человек и я вымер дали бы я как убит то есть я лежу и не могу подвинуть руками ногами мне абсолютно все равно будет там вокруг меня кто-то кричать там дети прыгают там ролики такие бывают а по-моему пришел уставшие с работы там дети радуются прыгают на нем особенно маленькие он вообще никак не реагирует да потому что ну нету сил до физически поэтому мне все равно вот здесь вот этого состояния но опять же таки не в плане включенности да что я ни в кого не включаясь а в плане того что я вообще спокоен то есть нас настолько отключаетесь как будто сказать вот именно в своей голове то есть нету вот этих вот мыслей да здесь некая такая пустота аркан шута сказала пустота вот это вот очень важно то есть отсутствие любых мыслей особенно если это вот какой-то ворох как как знаете какое-то жужжание вот крутится одни и те же мысли здесь деньги приходят не на состояние она чистое ваше сознание на чистые ваши мысли когда вы что-то хотите сделать вам не надо не тревожиться не переживать не думать как это сделать вам нужно просто высказать яснознание высказать желание что вам нужна там определенная сумма и только говорить это нужно вот как будто бы знаете из состояния верховной жрицы я не знаю как его объяснить это состояние мне показывают поскольку верховной жрицы соответствует луна здесь такое знаете вот как лес да и где-то есть озеро либо какая-то речка и вот наступает ночь и выходит первый полумесяц да вот он освещает как будто бы вот есть отражение полумесяца в воде и при этом все замирает вот здесь вот какое-то такое знаете замирание какое-то затишье это состояние может быть еще перед рассветом вот прям несколько я не знаю минут а может быть час максимум то много сказал какой-то знаете такое замирание все замирает нет ни звука не не шороха ничего и вот такая тишина но эта тишина она не пугающая она наполняющая она как будто бы знаете вот очищает здесь два ключевых слова идет очищение и тишина то есть причем знаете вот в этом состоянии тишины там даже вот мысленно как будто бы да не хочется разговаривать то есть даже просто если ты будешь внутри себя говорить о том что вот я благодарю за это состояние вот эти вот даже слова хоть они позитивные на благодарность она звучит как какофония потому что вот такие моменты вот именно идет замирание все тихо и это настолько наполняет это настолько вот это вот пустота но это пустота она не не гложет эта пустота которая отойти является неким таким предвкушением для чего-то нового как знаете момент перед рождением когда вот не знаю как при беременности например перед первыми схватками как все замирает и потом появляется там боль либо еще какие-то симптомы вот здесь про замирание здесь об этом речь идет поэтому на какую ценностью вам приходят деньги как бумеранг когда вы свою голову очистите в первую очередь когда вашей голове все понятно все ясно когда нет никаких искажений когда нет никакого обмана в том числе и самообмана когда вы четко понимаете свою собственную ценность по королеве пендакли когда здесь речь еще идет о заботе о заботе без без каких-то корыстных мыслей да когда вы что-то хотите сделать для другого человека потому что не сделать вы не можете да то есть вот здесь как будто бы по вашей совести вы делаете от чистого сердца вот здесь все что связано с выражением в котором присутствует слово чистое открытое сердце чистое сердце чистым помыслы да вот все что связано вот с этой чистотой да вот здесь он будет все выражения не будут подходить к этому состоянию я даже говорю и тихо да у меня такое ощущение что вот как будто бы я не знаю боюсь спугнуть здесь не то что ты боишься спугнуть части либо боишься спугнуть деньги а вот кстати выражение да деньги любят тишину вот здесь как раз таки она вот вам прям подходит как перчатка вот прямо под вас тихо тихо знаете вот как бы такое замирание и шелест бумажек до шелест денег это вот прям и почему-то вот запах какой-то такой идет когда бывает в печати бумага да вот напечатанная вот этот шелест бумаги да и запах напечатанный типографии вот что-то такое идет но у меня такая знаете тишина даже говорить не хочется вот на это на это к вам приходят деньги поэтому найдите это состояние проживите его один раз и потом старайтесь как можно чаще него входить для того чтобы стать заметны для для денег такая у меня была первая позиция интересная позиция номер два красный кайта красный камешек двоечки что такого ценного вы делаете в общем вообще для мира что такого ценного пожезлов шестерка мечей темирка железлов вы знаете здесь как будто бы вы учитесь отстаивать свою точку зрения самое ценное что вы можете сделать для мира это не взирая на свои страхи какие-то на какую-то свою неуверенность двигаться вперед когда вы как-то знаете зажигаетесь здесь искорка здесь нету огня здесь маленькая такая искра которая зажигается внутри вас и у вас появляется желание идти вперед конечно же здесь страшно страшно того что скажут другие что подумают другие критика какие-то подставы возможно там я не знаю обиды неприятные какие-то моменты всего этого закрываетесь ищите ответы на свои вопросы как сделать так чтобы не бояться но в любом случае на выпадает пашкуков начали с пожожезлов заканчивается пажом кубков то есть вы все равно думаете да как 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 сделать так до чтобы невзирая на какие-то с на какую-то свою неуверенность да на какую-то свою здесь вот как найти как не знаю как какой-то новичок а какой-то стажер да которые что-то новое изучает вот он при этом не уверен как-то побаивается тревожиться волнует волнуется но при этом делает при этом знаете как то я не могу сказать что вот преодолевает свои страхи а здесь скорее всего как-то вот напоминает студенты до которые должны сдать экзамены вот конечно же волнуется но при этом мы ищут ответы на на вопросы на билеты которые надо будет сдавать то есть делает невзирая на эмоциональный фон все равно продолжают что-то делать и вот когда вы находитесь в таком состоянии это вот для мира для мира это вот почему-то является очень ценным почему потому что вот в таком состоянии вы идете все равно вперед вы движетесь вперед то есть ценность ваша данном случае заключается в том что невзирая на ваши внутренние ваш внутренний мир внутренние переживания вы все равно движетесь вперед а почему в этом есть ценность потому что аркан повешенной потому что вы выходите из состояния повешенного да и аркан умеренности говорит о том что медленно не спеша но все равно идут какие-то перемены перемены то есть перемены вашей жизни допускай не медленно но при этом трансформация которая необходима внутри вас до королева мечей это подтверждает она происходит есть те перемены которые должны произойти они происходят поэтому ваша важность для мира до ценность это то что вы невзирая ни на что вы все равно двигаетесь вперед и не останавливаетесь для мира это вот в контексте вселенной на общее такое понятие вашей души для вселенной для не для людей а для вселенной а для людей мы сейчас посмотрим какую ценность вы отдаете миру до даете людям что вселенная хочет вот вам вернуть бумерангом деньги то есть вот как будто бы в контексте души вы невзирая ни на что двигаетесь вперед деньги к вам приходят от вселенной как бумеранг на что король жезлов ну смотрите видите когда вы опять же таки общительный когда вы открыты когда вы щедры когда вы становитесь решительным человеком да когда вы не боитесь там например с собой вести куда-то людей принимать какие-то решения брать на себя ответственность тушь кубков по шпиндакли когда вы не боитесь знаете вот этих вот своих переживаний опять же таки то что мы говорили ранее да то есть невзирая на свою какую-то эмоциональность вы все равно причем здесь могут быть страхи до страх того что меня не понимают страх того что я не могу найти общий язык вы все равно стараетесь то есть за ваши старания к вам приходят деньги поэтому ваша скажем так зона ресурсности да не не та которая дает деньги а та которая вводит вас в ресурсное состояние на которое приходят деньги то есть к вам деньги приходят когда вы находитесь в ресурсном состоянии вот это вот зона которая вводит вас режим это когда вы все равно преодолеваете что-то да когда становитесь вот есть готовность есть готовность чему-то учиться да есть готовность меняться улыбать потому что выпал аркан суда да то есть есть готовность меняться есть готовность идти по зову своего сердца да то есть как-то пробудиться скорее всего в контексте развития вашей души это очень важно то есть если сейчас может сказать что как ко мне могут прийти деньги для кого-то могут прийти на какие-то другие ценности вы скорее всего вам очень важно невзирая на страхи все равно двигаться вперед потому что вот именно скорее всего для вашего характера вообще движению вперед это вот прям большой огромный стресс и очень часто вас возможно останавливает на на вашем пути и вот те люди которые находят себе смелость и люди которые находят в себе силы еще раз повторюсь невзирая ни на что взять на себя ответственность что я все равно буду двигаться дальше все равно я буду чему-то учиться да все равно я что-то буду делать как в картинках обычно рисую да не могу пойти лягу хотя бы в том направлении да где моя цель находится то есть вот все равно какие-то действия но здесь очень маленькие действия совершаются и знаете здесь вот такое ощущение что как будто бы вселенная не не имеет к вам претензий что вы совершаете очень маленькие скорее всего требования нету до того чтобы вы совершали большие шаги для нее очень важно что хотя бы маленькими шагами чтобы вы двигали все равно вперед каком-то своем стоит будет своем темпе по умеренности до пускай это будет очень медленно пускай это будет с остановками но главное чтобы вы двигались поэтому когда вы находитесь внутри себя ощущаете вот этого состояния некого такого движения вот вам всегда это будет возвращаться деньгами поэтому найдите это состояние возможно она у вас не так часто бывает поэтому нам здесь показывают но хочется сказать что вот вселенная вас поощряет за те действия которые вы совершаете не те которыми привыкли нет нет ни в коем случае актив действиям которые выводят вас из вашей зоны комфорта когда вы принимаете какое-то решение аркан смерти до тогда вы оставляете старое старое позади аркан солнышко выпал когда вы действительно идете в новое когда вы движетесь к своему счастью здесь иногда бывают такие моменты что вы не очень то и верите да здесь вопрос скорее всего вашего вашего характера что разочаровываетесь в каких-то возможно трудностях которые вас были ранее и вот вам как будто бы знаете как комнатному растению необходим уход необходимо забота необходимо с вами разговаривать необходимо вас поддерживать поэтому здесь вопрос не в том что вы делаете для мира а здесь вопрос что вы делаете для себя то есть возможно это вот даже это для кого-то может казаться слишком там я не знаю маленьким каким-то шагом для вас это будет большой прогресс поэтому не не отчаивайтесь продолжайте двигаться вперед вот на такие состояния когда вы будете входить вам будут даваться деньги да когда вы будете находиться в состоянии мага то есть я не просто знаю как кто-то сделать а я это делаю и я верю что у меня все получится да потому что маг это всегда про огромный энергетический потенциал в том числе и сексуальный человек который принимает решение человек который может вести за собой других людей который может решать сложные задачи это стратег это человек понимающий психологию и то как устроено наше мышление это люди которые умеют говорить по крайней мере являются проводниками но здесь для того чтобы это не потому что это ваше описание да маг а это как раз таки то к чему вы должны стремиться это вот ваше ресурсное состояние проще говоря когда вы внутри себя славливаете это состояние когда можете сказать мне море по колено да то есть вот я настолько уверен в себе король жезлов решительность о которой я говорила я настолько чувствую свои силы до который меня переполняет вот именно в этот момент на вы начинаете действовать и вот в этот момент можете понаблюдать к вам будут приходить деньги не знаю в каком количестве но вот это ресурсное состояние для вас она поощряется потому что здесь такое ощущение что вы присутствует какая-то такая знаете энергия скромности вот здесь не нужно быть скромным человеком наоборот надо показывать себя наоборот надо заявлять о себе для вас это очень-очень сложно еще раз повторюсь поэтому идет такое поощрение вот такие у меня были двоечки так и третья позиция тройки что такого ценного вы делаете вообще если какая-то ценность польза хочется сказать от вас в общем крылья вожество рыцарь жестов звезда есть польза конечно же есть польза во первых пользы есть для вас самих в том что когда вы двигаетесь именно идете по пути своей звезде да то есть вы идете за своей звездой по своему призванию если так можно сказать это призвание вы понимаете внутри вас есть вот это вот ощущение что вот это мой путь на то есть здесь не в контексте профессии в контексте того что то что я сделал то что я делаю я четко понимаю что это мое что я нахожусь на своем месте вот когда вы входите в это состояние что я нахожусь на своем месте я делаю то что вот я могу то что я умею то что я делаю это хорошо мне это нравится мне это наполняет меня это наполняет порыть уже словно когда есть вот этот вот огонек есть позитив есть желание светить и желание общаться есть желание как-то вот поддерживать себя в первую очередь, да, на этом пути, то вот это является очень ресурсным состоянием для вас. И вот это вот ценность. То есть, в общем, ценность — это движение к своей звезде. Это ценность — это движение к своим каким-то целям, за своими мечтами, да. То есть вот в том направлении, причём это какое-то, знаете, вот у каждого это своё, да. Вот у меня песня идёт, как она звучит, отрывком просто. Так вперёд за цыганской звездой какой-то такой прилагательный идёт. Вот это вот про вас. Вот когда вы идёте за этой звездой, да, по этому пути внутри вас, вот это является ценностью. Почему? Я хочу спросить, почему это является ценностью? Инфератор. Туз Жезлов и Семёрка Мечей. Потому что таким образом вы свой момент здесь и сейчас наполняете эмоционально. Потому что тут у вас вот именно в эти состояния происходит какое-то удовлетворение, да, наслаждение. То есть это вот ваше ресурсное состояние, когда вы находитесь в движении, да. Когда вообще присутствует вот некая такая активность, когда работа кипит, вот хочется сказать. Она кипит тогда, когда вы её любите. И вот когда вы это делаете, вот ваш момент здесь и сейчас по Императору, да, он наполняется десяткой кубков. То есть вы чувствуете вот, не знаю, какое-то необходимость, что я нужен кому-то, да, потому что вот я что-то делаю. Здесь акцент именно на действии идёт, да. То есть когда вот вы чувствуете, что вы действительно заняты каким-то делом, и это дело, оно, хочется сказать, благое, да, оно полезное. Тогда это вас наполняет состоянием счастья, удачи, наслаждения. И вот в этом состоянии, когда вы находитесь, у вас появляется возможность, да, то есть у вас, возможно, рождаются идеи по поводу того, куда я хочу пойти, да, как реализовать свои идеи, да. У вас появляются какие-то амбиции, то есть такое ощущение, что вот вы как-то загораетесь. Загораетесь, и вы хотите, да, то есть что-то сделать, причём сделать не только для себя, но и других. То есть вот какая-то масштабность здесь появляется, ощущается, что как будто бы у вас такие планы вот прям большие-большие. И здесь очень важно это начинать сразу реализовывать, пускай маленькими шагами. Почему? Потому что если вы это не делаете, смотрите, здесь появляется туз жезлов. Туз жезлов – это возможность. Мы очень часто слышим это слово «возможность», «шанс», не обращая внимания на это. А если посмотреть на это слово, чтобы понять его смысл, представьте, что вот вы, не знаю, там, Верховный суд какой-то, да, вынес вам приговор по жизненное заключение. И вы понимаете, что ваша жизнь вообще изменится кардинально. Я не говорю о том, что качество вашей жизни ухудшится там во много раз, а в том, что вы себя, ну, то есть вы будете ограничены во многих вещах. И вот в этих моментах, когда вы видите эту перспективу негативную в своей жизни, вам дается шанс, да, что вдруг решение принято судом, оно было ошибочным. И вот этот шанс, вы будете за него цепляться руками и зубами и всем, чем можно, лишь бы только выбраться. То есть вот этот шанс, это нам кажется, да, людей, которые, ну, в принципе, живут в достатке, да, если так можно сказать, и ничем не огорчены, да, нет ограничений, и нету, ничего нам, нас не лишает ничего, ничем. То, ага, вот если представить, что у вас действительно есть какие-то ограничения, вот в том контексте, именно так, как я обрисовала, например, с перспективой прожить свою оставшуюся жизнь в заключении, да, лишить действительно свободы, причем всего, то вот этот вот маленький шанс, да, как лучик, вы будете за него хвататься зубами и руками, лишь бы, лишь бы это случилось. И вот тогда смысл слова шанс-возможность, оно становится понятным, потому что шанс — это, знаете, это может быть какое-то предложение, которое вам сделано. И такие предложения, они могут быть раз в жизни. И вот если мы осознаем, что если мы упустим этот шанс, то, возможно, мы упускаем в своей жизни что-то очень важное, что-то ценное, что никогда больше не вернется. Так вот, все тузы, они говорят именно об этом состоянии. То есть, когда нам Творец предлагает этот шанс, и он говорит, я тебе даю, но ты сможешь это увидеть, ты сможешь это взять, сейчас надо принимать решение, не потом когда-то. Тем более, когда это туз жезлов, да, это огненное что-то, это очень скоростное. То есть, это предложение, которое может быть каких-то там часов, условно говоря, даже одного дня не может быть, да. То есть, это вот какое-то предложение, какой-то шанс, какая-то возможность, за которую нужно сразу ухватиться, а потом уже думать, что я буду с этим делать. Но здесь проблема заключается в том, что выпадает семерка мечей и двойка пентаклей, что да, когда вы находитесь в таком состоянии, у вас сразу появляется шанс, у вас появляется, вы это видите, потому что ваши вибрации поднимаются, и перед вами открывается пространство вариантов. Вы его начинаете замечать, вы видите, что вот перед вами все возможно, только сиди и выбирай то, что хочется тебе, все самое лучшее, тебе это доступно. Но вот в этом момент у вас появляется какая-то хитрость, некий такой самообман по семерке мечей, когда вы не можете выбрать, да. То есть, вам как будто бы дается шанс, и по идее, еще раз скажу, надо схватиться за него и начать его реализовать, а потом уже думать, надо оно мне или не надо. То есть, отказаться всегда можно, а вот согласиться нет. И вот здесь вот хитрость заключается как раз в том, что вы начинаете, не берете этот шанс, да, не хватаетесь за эту возможность, а начинаете хитрить в плане «я подумаю, я еще не совсем уверен», да, вот «девятка жезлов» подтверждает и говорит о том, что «не знаю, у меня нету сейчас сил, мне надо подумать, мне надо определиться». То есть, вы начинаете себя обманывать. То есть, здесь речь заключается, что такого ценного вы делаете. Вы входите в необходимое, нужное состояние огненности вот этого движения, для этого мира. Вот ваша душа выбирает это состояние, а вы в этом состоянии, когда вам открываются возможности, аркан силы на дне, когда у вас идет вот прилив вот этих сил, для того, чтобы вы реализовывали на этой энергии, да, на этом потенциале все, что вам предлагается, вы убегаете. Вы убегаете, вы убегаете от предложенных вам возможностей. Вы сразу придумываете себе то, что надо выбрать, то, что я пока не могу и не хочу и так далее. Поэтому для вас, нам здесь показали, то есть вопрос, я спросила, да, почему для вас это ценно? Потому что вы, как правило, всегда убегаете от ценностей, от возможностей, простите, прощения. Вы не хватаетесь, вы не берете за те возможности, которые вам дает жизнь, за те возможности, которые вам дает судьба. Поэтому для вас вот это состояние, оно очень важно. Какую ценность вы отдаете этому миру, за что оно бумерангом приносит вам деньги? То есть, какую ценность? Вот вы была, аркан силы, который, да, я вытащила, у нас был на дне колоды. Вот, кстати, императрица тоже, которая также говорит о деньгах. Какую ценность? Когда вы транслируете свою силу. Свою силу, когда вы действительно находитесь, хочется сказать, вот именно в себе. Когда вы транслируете себя настоящую. Вот такую, либо таким, каким вы являетесь. Вот свое нутро. Когда, как это объяснить? Когда вы не боитесь показать то, чем вы наполнены. Когда вы по двойке жезла, да, выбираете что? Выбираете десятку педаклей. То есть, когда вы не боясь выбираете действительно деньги, потому что у нас вопрос здесь идет касательно финансов, тогда деньги к вам приходят. То есть, когда вы их действительно хотите. Но не в контексте, так, знаете, вот я прям желаю как одержимый, я готов за это держаться, вот мне это важно. Нет. А здесь, знаете, когда вы... Вот я не случайно говорила изначально о какой-то глобальности, да, масштабности вашего состояния вот этого огненного и того шанса, который дается вам от вселенной. Аркан силы здесь говорит о том, это, знаете, то состояние, когда внутри себя вы ощущаете с одной стороны как-то вот центрированный, да, как внутренний какой-то стержень. Центрированный. Когда ощущаете эту силу, у вас позвоночник выпрямляется. Вот столб внутренний света и силы есть с одной стороны, а с другой стороны это вот вертикально, а с другой стороны горизонтально, когда вы понимаете, насколько вы древняя душа, сколько воплощения вы прошли. И вот эту вот всю свою силу, когда вы забираете, условно говоря, из прошлого, то появляется вот такой некий крест. И вы находитесь в центре этого креста, в моменте здесь и сейчас. Когда вы ощущаете это состояние, когда я нахожусь в моменте здесь и сейчас, когда я себя осознаю, что вот я это я, и я нахожусь здесь, здесь само вот это осознание себя в присутствии, оно дает огромную силу. Это ваша сила, вы ее как будто бы ощущаете. Так вот, деньги к вам приходят тогда, когда вот в этой силе, со всей концентрации вы высказываете намерение, не хотение, не желание, а намерение, четкое, сконцентрированное намерение, наполненное вашей жизненной силой и направленное во Вселенную, на то, что я хочу получить. Причем очень важно не топтаться на одном месте, вот я вот это хочу или вот это. Нет, у вас должно быть четкое ощущение, что я хочу это получить, это мое, и я иду это брать. Я иду, и я это возьму. Я не буду вырывать, я не буду открывать это, я не лишаю никого. Это мое по праву. Вот когда вы вот через эти слова ощущаете внутри себя силу, что деньги, та сумма, которую вы себе представляете, которая вам необходима, это мое по праву, и я просто иду это и беру, ибо я высказываю намерение, чтобы эти деньги, они сами ко мне пришли. Но здесь ключевое, это вот это вот состояние силы, вам ощутить. Вот в этом состоянии силы не может быть сомнения, абсолютно никакого сомнения. Это не состояние любви, а это состояние присутствия. Оно очень напоминает, знаете, сконцентрированного война. Война готового на все, готового к любой победе, не поражению, а именно к любой победе, любыми силами, любыми возможностями, когда вы эту силу внутри себя ощутите, то есть с одной стороны это вертикальное состояние силы, и с другой стороны это понимание мудрости своей души, что она не... То есть во времени, вертикально это в пространстве, а горизонтально это во времени. Вот когда вы соединяете себя во времени и в пространстве, когда вы соединяете свою силу и мудрость прожитых лет, вы просто представьте, что каждому воплощению вы наполнялись мудростью, вы набирали какой-то определенный опыт, и это было не одно воплощение. Вот если собрать всю эту мудрость и ощутить ее внутри себя на данный момент, это будет ваше осознатие, это осознание ваше присутствие здесь и сейчас, вы ощутите колоссальную силу, вот именно в это, из этого состояния, из этой силы нужно просить десятку пентаклей, даже не просить, а высказывать намерение, задавать ту реальность, в которой у вас эти деньги есть, и вы безоговорочно просто идете и берете без доли сомнений. Вот тогда Вселенная вот на эту ценность, вот на эту вашу внутреннюю силу, она будет давать вам деньги, то есть здесь карты сами показали. Да, на этой силе вы можете строить тройку пентаклей, короля пентаклей, вот на этой силе вы можете встроить абсолютно все, что вам необходимо, вы можете прокачивать свои какие-то навыки, умения, то есть вы будете более объемнее, еще сильнее, да, еще опытнее, и в конечном итоге придете здесь, у вас десятка пентаклей, король пентаклей, безусловно, деньги у вас будут. Поэтому здесь вот ваши деньги, они непосредственно идут на силу, но силу духа, силу, здесь не сила воли, потому что это не маг, аркан сила, здесь именно вот сила духа, но вы ее должны, эту силу ощутить, она должна быть сконцентрирована, она должна быть насыщена, то есть вот этот вот внутренний столб, внутри вас, да, который вот проходит через вас, идет из центра земли, проходит через вас и уходит в космос, вот эту вот силу нужно ее ощутить внутри себя. Я сейчас говорю слова, которые, возможно, вам непонятны, потому что вы это не пробовали, вот когда вы попробуете несколько раз, может не получиться с первого раза, но когда вы ощутите вот это вот свое присутствие, и вы не просто его ощутите, а вы осознаете, то есть внутри вас появляется осознание, что это я, и это я, это есть сила, и вы как будто бы одновременно начинаете расширяться в пространстве, потому что вы не только вертикально ощущаете свою силу, вы еще и во времени ощущаете свою силу, это в пространстве и во времени, это вот прям такое, ну, очень кайфовое и драйвовое состояние, но это не такое, вы знаете, мягкое такое, вот гибкое, как по воде, нет, а это вот собранность, вот говорят, да, соберись, сконцентрируйся, вот это вот такая сила, это такой, знаете, луч, как, по-моему, японская, это практика, да, тай-ци, если, видели дедушек, да, обычно, ну, взрослые, японцы такое практикуют, когда на расстоянии, концентрируя свою энергию, если на расстоянии есть листок бумаги, они его могут прожигать, просто направляя свою энергию, да, в этот листок, и не прикасаясь к нему непосредственно, вот здесь о такой концентрации говорится, дополнить и именно послать намерение, задать намерение, что это мое, я это получу, и тогда, причем к вам придут достаточно большие суммы, потому что, что десятка пендаклей говорит о деньгах больших, что король пендаклей, да, причем король пендаклей еще и говорит о финансовой грамотности, что вы сможете еще и уметь управлять этими деньгами и выстроить некий такой фундамент на будущее, да, для себя такое, вот, не то чтобы подушку безопасности, я не люблю это говорить, потому что деньги должны двигаться, а именно создать для себя такую комфортную жизнь, да, в финансовом аспекте. Вот такая у меня была для вас третья позиция, и расклад, я не думаю, что он большой вышел, вот, жду вашей обратной связи, на следующей неделе нечто аналогичное, да, тоже я сделаю про, про ценности деньги, потому что цена и ценность имеет непосредственную связь, особенно если это касается нас самих, если мы не знаем себя, если мы не осознаем свою ценность, вот кто мы, что мы, да, что мы стоим, какова цена, допустим, нашего профессионализма, вот сколько мы стоим, как люди, сколько мы стоим, как профессионалы, когда у нас нет этого осознания, нам будет очень сложно получить большую сумму денег, да, потому что мы к ней не готовы, то есть вот то, что транслируем, да, по сути мы это все знаем, вот насколько мы стоим, к чему мы готовы, вот к какой жизни, да, в финансовом аспекте, то мы и притягиваем, то есть мы можем желать там миллионы, но если поместить себя вот в это пространство, той богатой жизни, вот этой роскоши, то по сути финансы являются увеличительным стеклом того, чем мы наполнены, да, то есть если вы наполнены страхами, то при большой огромной сумме эти страхи, они многократно увеличиваются, если мы наполнены теневыми аспектами эгоизма, алчности, жадности и так далее, то этот во много раз будет преувеличиваться, поэтому не всегда, да, да, мы хотим какую-то сумму денег, если, допустим, на какую-то конкретную вещь, но если в общем абстрактном мы говорим, да, я хочу больших денег, надо себя поместить вот в это пространство больших денег и посмотреть, насколько вам будет комфортно, вы поймете, готовы к ним или нет, потому что если будет ощущение некого дискомфорта, неудобства, какого-то гнетущего состояния, это показатель того, что вы не готовы, и это вообще, возможно, не ваше желание, да, то есть это, возможно, что-то навеянное системой. Прощаюсь с вами до пятницы, не забывайте, что по пятницам разделе сообщества я выкладываю анонсы на близконсультации, на которых я вас жду. Кто еще не подписался на мой телеграм-канал, подписывайтесь, нажимая на ссылку моей услуги и подписывайтесь на мой второй канал на YouTube, ссылка тоже есть в описании под этим роликом, а я с вами прощаюсь, и всего вам самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok